О, звука ни у кого не было? По песне слышал только ты. Ну, вроде я спросил, я видел, что кивали, что да, есть. А, вот так. Ну, жаль, жаль. Очень жаль. Ничего, в следующий раз мы сделаем так, чтобы все слышали и не только видели. Все будет хорошо. Да, уже есть. Я понял, что уже есть звук, слава Богу, что уже есть. Всех приветствую вас, друзья, здесь, на нашей сегодняшней бизнес-встрече. Самых талантливых, самых ярких, самых воодушевленных, окрыленных людей, которые меняют этот мир, улучшают его, делают его прекраснее, чище, здоровее. Поднимая интеллектуальный уровень нашей осознанности, нашего развития интеллектуального, это крайне-крайне-крайне важно сегодня. Меня зовут Николай Поломарчук, с кем я не знаком, очень приятно познакомиться. Я так понимаю, что практически со всеми я знаком здесь, но не со всеми, но тем не менее, да. С кем не знаком, всем привет. Я интеллект-тренер Всемирной Ассоциации Суперджамп, и я выступаю здесь как один из спикеров. Мне доверили такую честь, наша команда дружная. Есть у меня на это определенные причины, но я в первую очередь хотел бы рассказать вам о себе в том числе и почему я здесь выступаю. Цель нашего мероприятия сегодня примерно за 50 минут показать тем людям, которые только к нам пришли сейчас, или может быть, которые уже какое-то время здесь, почему Всемирная Ассоциация Суперджамп, профессия интеллект-тренер это крутой тренд, и быть на волне этого тренда это значит быть в нужном месте, в нужное время, и еще с нужными людьми. В нужное месте, в нужное время. Можно родиться в нужное время, можно кого-то встретить в нужное время. Это очень важно. И если вы уже здесь, значит вы в нужное время, в нужном месте. Случайности не случайны, так или иначе вы притянули эти обстоятельства, эту ситуацию, то, что вы здесь находитесь, это не случайно. И, соответственно, конечно же, надо быть внимательными, поэтому если есть ручка, листик, какие-то моменты, вопросы, можно позаписывать и потом тоже поделиться, спросить, спросить, если что-то вам непонятно будет в процессе нашего сегодняшнего общения. Как я сказал, меня зовут Николай Паломарчук, я родом с Украины, сейчас проживаю в Норвегии, солнечной, как это странно бы не звучало, солнечной и прекрасной. Все познается тогда, когда ты с этим соприкасаешься. Это точно так же, как Суперджамп. Вы могли слышать что-то одно, а сегодня вы слышите совершенно другое. Я слышал о том, что в Норвегии это холодно, это сыро, это мокро. Ну, в общем, какая-то такая штука. Но когда я приехал сюда, я понял, что здесь сейчас 11 градусов. Где-то у меня на родине снег, мороз, а здесь плюс 11. Где протекает гольфстрим, теплое течение и вот такие бывают чудеса. Поэтому все нужно прощупать, проверить, потрогать, что я вам рекомендую сегодня сделать. Самим убедиться, что да, работает, нет, не работает, ну и так далее, и так далее. То есть, в общем, провести свое исследование. Можно кому-то верить на слово, а можно самому проверить. Здесь я проживаю недавно, вообще люблю путешествовать, был в разных странах. До этого жил в Египте полгода, тоже такая прекрасная страна, солнечная. До того, как я приехал в Египет, я думал, что это аборигены, туземцы, какие-то люди непонятные, что там супер небезопасно. И вообще, собственно, выйти туда вот на улицу, как мне рассказывали, когда я приехал в отель отдыхать, это очень опасно. То есть, ну, может все, что угодно случится. При этом я там прожил полгода, я там ездил на такси, я там путешествовал, я ходил пешком, я обходил там всю хургаду, и при этом видел только добродушных, только позитивных, только таких, ну, классных людей. Может, мне только такие встречались. Ну, в общем, это, опять же, опыт, тот, который мы получаем, когда мы соприкасаемся с тем или иным делом. Вот в Суперджам сегодня вы тоже соприкаснетесь, возможно, с какой-то новой стороны. Я обычный парень. С обычной семьей абсолютно. Не какой-то семь пядей во лбу. Нет у меня высшего образования, к сожалению, наверное, или к счастью, не знаю. Хотя я поступил, но не отучился. Есть у меня специальное образование музыкальное, я дирижер. Сегодня где-то я даже горжусь этой профессией. Потому что, когда я ее получил, мне было, ну, в общем, стыдно даже озвучивать это почему-то. Почему, как-то я даже не знаю почему, но, в общем, дирижер, кто ты такой, что он там делает. Там, не знаю, строитель какой-то, сварщик. Вот это понятно. Вот это серьезный дядя, вот он работает. А дирижер, в общем, что-то непонятное. Никогда не работала по профессии, как это часто бывает. Но люблю музыку, играю на разных инструментах. И, собственно, люблю это дело, даже пою в хоре народном иногда. Занимался строительным бизнесом. По натуре своей я предприниматель. Люблю что-то предпринимать, какие-то действия. В частности, в стройке я прошел очень хороший путь такой. Путь стрессоустойчивости. Я считаю, что предприниматели – это люди, которые заслуживают каких-то особых похвал. Особенно там, не знаю, на просторах СНГ, где кинуть тебя – это как здрасте. То есть, если тебя кинули на деньги – это нормально. Вот если не кинули – это уже, думаешь, ну это что-то подвох какой-то. Кинуть на деньги – это нормально. Поэтому я прошел много разорений, падений, взлетов. И в какой-то момент жизни, ну как бы сказать, что мне надоела такая вот серая жизнь. Работа, дом, семья, пьянки, пиво, футбол. Обычный-обычный парень, как вы понимаете. Без каких-то целей, амбиций. И потом я начал задаваться вопросом, неужели вот эта жизнь – это как бы вот это и все. Ну как бы вот живи себе, зарабатывай деньги, там семья, все. И потом я начал задумываться и задался вопросом, а какой же мой смысл жизни, предназначение моего. И как только я начал задавать этот вопрос, сразу же пришел ко мне ответ. Вот сразу, буквально, в течение недели. Я встретил человека, который ответил мне на все вопросы мои. Абсолютно. Я был очень удивлен, что вообще такое может быть. Что задавая вопросы, мы можем получать ответы, оказывается. Если у вас был какой-то вопрос, как вам получить финансовую свободу, как вам стать богатым, преуспевающим, успешным. Значит, вы здесь не случайно. Все происходит вовремя. И я встретил Владимира Долганя в какой-то момент. Выдающегося предпринимателя, деятеля, мыслителя, философа, человека-стратега с огромным просто бэкграундом, опытом в бизнесе, тренерской деятельности. Таких людей вообще, в принципе, в мире, ну не знаю, там несколько десятков, которые имеют такой опыт, именно разный, в разных сферах, и машиностроение, и издательство, и пищевая промышленность, и успешный многомультимиллионный. Мне понравилась идея создания образовательного проекта, где можно реализоваться по-крупному, по-серьезному. Как это по-крупному? Друзья, вот подумайте себе. Вот сегодня я общался с одной женщиной, я задавал вопрос, даже не с одной. А какая цель у вас? Вот какая у вас цель? Вот вы приходите в бизнес. Какая цель прихода в бизнес человека, в принципе? Вот какая цель? Заработать деньги. Какие деньги? Вот какие деньги люди приходят заработать? Кому-то нужно там тысяча долларов, кому-то две, кому-то пять. Все зависит от масштаба. Я пришел в бизнес, друзья, ну может это не скромно, может это как бы залихватка, я пришел за миллиардом долларов. Я долго его искал. Я искал, где это можно реализовать. Потому что когда я пришел, познакомился с первым своим наставником, он сказал, Коля, ну в принципе мысли материальны, поэтому можешь мечтать о чем хочешь. Я им поверил. Вы представляете, я поверил ему. Ну что, ну как раз мысли материальны. А я был таким вот неотесанным, ну просто парень с поселка, ну как бы никакого там мышления вообще не было. Он сказал, ну вот надо мечтать. Я себе записал прям четко. Я хочу в 40 лет быть миллиардером. Все. Все зафиксировал себе. Значит, надо искать. Но он сказал мне, что здесь, в этом месте, где ты живешь, рыбы нет. Денег нет. Я говорю, в смысле, как нет рыбы? А я жил в маленьком поселке, там было, ну как поселке, в городе, 70 тысяч населения. Ну я тебе больше скажу, в твоей области, где вот эта Черниевская область, там в Украине, здесь тоже денег нет. Я говорю, в смысле, как, ну посмотри сколько машин ездят, заводы здесь какие-то, кто-то что-то делает. Я говорю, Коля, поверь мне, здесь денег нет. Ну я тогда не понимал, как это денег нет. Ну что, значит, люди что-то делают, как бы предпринимают, зарплату получают. Ну как нет денег? Денег же есть. Вот деньги есть в Киеве, но немного. Немножко, чуть больше, чем вот здесь. Ко мне это доходило очень долго, что есть места, где денег нет. Ну просто их там нету. Вот ты можешь там быть талантливым, удачливым, ты можешь иметь 7 образований, ты можешь иметь какую-то харизму невероятную, лидерские качества. Но если там нету тех возможностей, которые вам нужны, ну вы как бы не реализуетесь. Просто все. То есть нету возможности такой. И где деньги есть? Где-то есть деньги, наверное, в Америке. Почему? Потому что 40% мирового ВВП – это Штаты. Представляете, мирового ВВП. Все СНГ – это 3%. Вдумайтесь, 3% мирового ВВП – это все СНГ. То есть это все деньги, которые есть в этом объеме, так сказать, флакона. Все. А там 40%. Или Япония там, не знаю, сколько сейчас. 6% было, по-моему. Или Германия. Да, там побольше, чем все СНГ, ВВП. То есть они производят продукта на душу населения вот столько. Триллионы. И я начал искать эту возможность. И вот я встретил Владимира Дугану. И я говорю, Коля, у нас есть рынок просто вот безграничный. Что это за рынок, друзья, которым вы сегодня оказались и который мы вам предлагаем рассмотреть? И рынок криптовалюты, рынок страховок, рынок MLM бизнеса, рынок продуктовых компаний просто рядом не стоит. Представляете? Просто даже близко. Весь рынок криптовалюты вместе взятый. Весь рынок страхования. Нет, страхование это большой рынок. Там Медлайф только чего стоит. Но имеется в виду, что по сравнению с мировыми какими-то гигантами, это вообще просто. Это ничего. Даже продуктовые все компании вместе взять, это будет там 20 миллиардов долларов. Весь оборот. Всех компаний. Всех. Подряд. А я хотел миллиард. Хочу миллиард. Может кто-то хочет меньше. Кто-то хочет 10 тысяч долларов. Сегодня я предлагаю вам поставить себе планку хотя бы 10 тысяч долларов зарабатывать. Когда-то у меня была в прошлом году, еще до прошлого года у меня была мечта 3 тысячи долларов стабильно получать. Я думал, что это все. Финансовая свобода. В любую страну едь, живи. Ну, на самом деле, примерно так и есть. 3-4-5 тысяч долларов. Этого достаточно. Чтобы жить, если семья, чуть больше. Я вам сегодня сейчас покажу один слайд, чтобы вы понимали, где мы находимся с вами сейчас. Вот в этот момент. И почему вы попали в нужное место в нужное время. Видно слайд сейчас? Если да, сделайте вот так. Чтобы не было так, как с песней. Ирочка, вам видно слайд, скажите? Ира Аллаптик. Видно слайд или нет? А, вот так. Да, все. Видно. Вот Кеничий Амайя, эксперт номер один в мире по стратегическому мышлению. Этот человек утверждает, что образование станет быстро, самой быстро развивающейся отраслью в мире. В 21 веке. Хорошо. Вы спросите, почему так происходит? Вот еще один. Томас Фрейд, ведущий футуролог института да Винчи, говорит, что предполагает, что к 2030 году крупнейшим интернет-бизнесом будет образовательная компания. О которой сегодня никто еще не знает. Давайте подумаем. Вот есть такое явление, как четвертая промышленная революция. Кто-то знает об этом, кто-то не знает. Вот я вам скажу, как это отображается на рынке труда, например. В Норвегии, конкретно в Норвегии, здесь к 2025 году не будет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Они не будут продаваться. Все. Они будут истребляться с этого рынка полностью. В Штатах, в Америке, там где я вам говорю, что там объем рынка огромен. ВВП огромный, самый большой в мире. Там искусственный интеллект, который ставят на траки. Это огромный, огромный большой бизнес. Люди покупают себе лицензии, перевозят товары с одного штата в другой. Это такой хороший миллионный бизнес. Так вот, эти люди теряют работу, потому что это примерно 8% населения тех, кто их обслуживает. Там и так далее, стоянки, заправки, постричься, что-то еще. Они теряют работу сегодня. И много есть индустрии, колоссальное количество, где люди теряют работу. Вот сегодня мы видим, что происходит у нас на нашем постсоветском пространстве в связи с теми событиями, которые происходят. Сколько людей пришлось переехать, уехать. Сколько бизнеса разрушено, оставлено, логистика, цепочки нарушены. Это не четвертая промышленная революция, это просто вот такая трагедия. А четвертая промышленная революция – это искусственный интеллект, роботы, блокчейн. То, что меняет рынок полностью. Вот были у нас индустрии первая, вторая, третья. Когда приходили паровые двигатели, например, и сельском хозяйстве было занято 80% населения, то сегодня занято 2%. Соответственно, рынок меняется. И тем людям, которые имели какие-то профессии, бизнесы, устоявшиеся, может быть, им уже сотни лет, например, как профессия нотариуса. Когда я говорил три года назад ребятам, ребятам говорят, что нотариуса профессии не будет, потому что есть блокчейн. Да ты что, при царе была, сейчас была, ну как это не будет? Не будет, друзья, потому что проще, легче хранить информацию, она не сгорит, никуда не денется, нету этих липовых нотариусов, которые могут пожурничать и там что-то сделать. То есть есть намного, так скажем, выгоднее, дешевле и надежнее механизм сегодня сохранения информации, передачи прав цифровых, да, есть такие еще истории. То есть есть профессии, которые уйдут с рынка. Быстро это будет. Вот вам пример. В Нью-Йорке, Тайм-Сквер, 906 год, только один автомобиль на улице, Форда, Генри Форда, знаменитого мыслителя, предпринимателя, который ехал и сказал, что, ребята, я пересажу всех вас на дешевые автомобили. Все говорят, да не может быть, кому они нужны, смотри, в нас лошади, все нормально. Прошло 10 лет, та же Тайм-Сквер, вот справа, если вы смотрите, там у вас получается, или слева, ни одной повозки, друзья, ни одной повозки, только автомобили. Прошло всего лишь 10 лет. И это говорит нам о том, что мир меняется намного быстрее, чем мы можем себе представить. Намного быстрее. То есть сегодня происходит ускорение перемен. Вот Рэй Курцвелл, рекомендую, запишитесь и посмотрите ролик про сингулярность, я не буду сейчас его включать, на 4 минутки. Он предсказывает будущее. Кутуролог, который до 2000-х годов предсказал все, что будет происходить. И дальше, сейчас уже на 100 лет вперед. Почитайте, послушайте, посмотрите, сколько есть технологий, которые внедряются, и они изменят рынок. Они изменят все, что происходит вообще. И, соответственно, если мы задаемся вопросом, что мы хотим успеха, богатства, путешествий, чего-то хотим, в общем, не зря вы сюда пришли, что-то хотите, наверное. Где же нам реализоваться по-серьезному, по-крупному? Где нам состояться, чтобы это было и безопасно, и выгодно, и надежно, и перспективно, и респектабельно, и красиво, и для души, и для кошелька, и для всего. Вот все-все-все, чтобы все ваши вопросы были закрыты. И вот, оказывается, что такая профессия есть, друзья. Называется она интеллект-тренер сегодня. Это педагог для взрослых, которые сегодня плодятся, размножаются. Их становится все больше и больше. Есть профессиональные люди, которые занимаются этим как бизнесом, а есть люди, которые занимаются этим как хобби, как любители. Это, то есть, такой небольшой бизнес частного характера, где человек может преподавать или просто рекомендовать наш продукт, нашу систему. Я сейчас не буду останавливаться очень сильно на суперджампе, на той методике, которая у нас есть. Поверьте, она шедевральна. Мы создали новую психологию, новый рынок, новую индустрию и новую профессию. И зарабатывать небольшие деньги. Может, кому-то 500 долларов, 300 достаточно в месяц. Просто дополнительно, как в зарплате, например, вам вы хотели. Если я вам сейчас скажу, я вот над этим задумался, я сейчас буду предлагать всем людям, у которых есть уже какое-то дело, где они связаны с людьми. Это мастера массажа. Это те, кто занимается ногтевым маникюром. Это кто занимается парикмахерскими стрижками. Это те, кто занимается еще какими-то делами, связанными с психологией, может быть. Я буду предлагать им 70% за рекомендацию. Вы где-нибудь встречали такой процент, чтобы вам давали 70% за то, что вы рекомендуете услугу? Кто-нибудь встречал вообще, ребята? Поставьте лайк, если кто-то встречал такое. Я лично нет. Но могут дать 10, 20, но 30 это уже жирно. Это уже хорошо. 30% если вам дадут за то, что вы порекомендуете, это круто. А так обычно 10, 20 плюс-минус. Мы за рекомендацию даем 70%. Представляете? Вы даже не преподаете еще. Вы ничего не делаете. Вы только порекомендовали, пришли и получили 70%. Круто. Да. То есть можно просто иметь дополнительный доход. Просто вы видите, что человеку нужна помощь. А вы знаете, что у вас просто крутейшие инструменты. Порекомендовали, получили 70%. Все просто-просто. Легко-легко. Запомнить легко. Реализовать легко. Очень просто. 70% за вашу рекомендацию мы даем. Следующий момент. Если мы с вами разобрались. Первое. Что рынок этот большой. Рынок большой. Достаточно большой. В нем есть, соответственно, что? В нем есть денежки. Их много. Как говорят эксперты, рынок образования будет самым быстро развивающимся. То есть нужно переобучить все население Земли. Думать иначе. Действовать иначе. Быть более гибкими. Эмоциональный интеллект свой развивать. И быть толерантными. Креативными. Творческими. Развивать свои творческие таланты. А у нас в клубе нашем. Онлайн клубе. Вот каждый тренер может открыть свой филиал. Маленький филиал. В котором у него будут его студенты. Которые будут заниматься. Обучаться. А он будет получать за это доход. Просто-просто. Доступно-доступно. Как любой. Не знаю. Маникюрный салон вы можете открыть. Только у нас онлайн. За аренду платить не надо. Много-много разных преимуществ. Для того, чтобы не быть голословным. Что Всемирная ассоциация интеллектренеров. Это достаточно быстро развивающаяся новая индустрия. Я вам покажу цифры. И чтобы вы убедились в том, что действительно. Ну как бы это интересно. Это интересно. Над этим нужно задуматься. Значит. Какие цифры мы можем посмотреть. И что нам может быть в принципе интересно. Я сейчас попробую так открыть. Если получится. Если работает. Просто сделайте вот так вот. Ирочка. Я вот вас вижу только почему-то. А вижу. Да. Вижу. Все. То есть вы приходите не в стартап. А именно в работающую историю. В работающую уже. То есть можно сказать было, что мы только-только открылись. И вот давайте будем с нами. Но когда-то, это недавно, три года назад мы так говорили. Мы будем большими. Мы будем расти. Мы будем показывать результаты. Приходите к нам. Но они говорят. Но деньги у вас есть? Покажите деньги. Шура, покажи деньги. И я тогда поверю. Ну тогда у нас денег не было. Не было ничего. Была только идея. Сейчас уже есть. 72 страны. Где есть тренеры. Они там же проживают. Преподают. На разных языках есть тренеры. Преподают. Да. Вот страны. Германия, Греция, Грузия, Израиль, Латвия. Ну в общем много. Малайзия, Мексика. Практически на всех континентах мы есть. Много это? Достаточно. Да. Это еще не полная экспансия. Но за три года это достаточно. Более полутора тысяч тренеров активных. Которые активно действуют. Преподают. Есть тренеры, которые не активны. Как я говорил. Они рекомендуют время от времени. Это для них как хобби. Получает 70% от рекомендации. Они довольны. Все довольны. Они приходят к нам заниматься. То есть очень хорошо. Но есть профессиональные, которые зарабатывают хорошие, достойные деньги. Ежемесячно уже 10 тысяч студентов обучаются. Кто-то выпускается, уходит. Кто-то остается. 10 тысяч. И эта цифра растет, естественно. Более 10 тысяч. Есть перевод на разные языки. То есть можно сказать, что SuperJump. Это международный бизнес уже абсолютно точно. То есть у вас может быть бизнес. То есть могут быть студенты и в Америке, и в Китае, и в Австралии. Где угодно. И вы можете получать доход этого. При этом вы можете не знать языка какого-то. Надо английский знать. Надо этот знать. Или вы можете не знать этот язык. Но вы найдете человека, который знает этот язык. Вы поможете ему организовать его, так скажем, филиал-клуб в его стране, на его языке. И вперед. У нас есть вот прекрасные примеры. Девочка с Монголии. Я восхищаюсь ей постоянно. Она пришла и работая на работе менеджером. Пиццерии какой-то там. Сеть пиццерий. Она организовала такую команду, что вышла на 10 тысяч долларов дохода. И при этом работала у себя там в этой пицце МХАТ. Не помню, как называется. Но вообще какая-то пиццерия. Она менеджером работала там. Региональной или что-то такое. То есть параллельно она делала все на монгольском языке только для родных. То есть только для ее страны. Вот внутри Монголии. На монгольском языке. В последний раз мы видели, что она собрала зал 350 человек. Огромный зал. Красивые такие девчонки. Что-то мужчин у них нет. Все девушки. Все как один девчонки. Большой огромный зал уже собрала. Буквально год. А, уже почти два года она с нами занимается. Нет, год. Она в августе пришла. Да, год с небольшим. Год три месяца. Она зарабатывает больше 10 тысяч. Параллельно она работает на работе. У нее двое детей. У нас есть свидетельство о том, что мы официально. Зарегистрированы. Обладаем вот этим уникальным знаком интеллект-тренера и суперджамп. Свидетельство у нас есть. Сама методика суперджамп тоже запатентирована. Интеллектуальная собственность. Восемь жемчужин наших тоже запатентировано. То есть у нас есть такой интеллектуальный патент. И, конечно же, наш бренд – это источник энергии. Вот суперджамп, суперджамп, суперпрыжок. То есть мы делаем прыжок в будущее. Да, квантовый прыжок, можно так сказать. И это красивый бренд, который тоже будет продаваться как мерчендайзинг, как товары внутри нашей ассоциации. Это не все понимают, видят, знают. Не обязательно. Потом поймете, увидите. Просто удивитесь, как это приятно, что ваш бренд, под вашим брендом выпускаются, может быть, кроссовки, часы, еще что-то. И вы получаете от этого доход. Представляете, как здорово? В вашем магазине. Это будет в ближайшем будущем. Три юрлица у нас есть. Сейчас уже еще три юрлица будут открываться в ближайшее время. И на перспективе там вот Япония, Латинская Америка, Китай. Цифровая площадка и доходы. Да, доходы. Вы спросите, а сколько же зарабатывают интеллект-тренеры? Есть разные доходы. Я же говорю, кто-то зарабатывает 100 долларов. Это нормальный любительский уровень. Человек просто занимается параллельно вообще абсолютно там. Один раз в неделю он как будто что-то сказал. Да, где-то как-то. Или раз в месяц, может быть. И есть люди, которые занимаются профессионально. Они зарабатывают другие деньги. Это и 100 тысяч долларов. Но это, кстати, за сколько? За 9 месяцев, да? 9 месяцев. Даже есть такая цифра. Больше полмиллиона долларов за 9 месяцев. То есть я думаю, что у Роберта точно будет уже миллион долларов за год. Миллион долларов за год. Тренер. Интеллект-тренер. Круто. Я думаю, что да, внушающе. Но деньги – это не все. А вот эта девочка, кстати, Сарул. У нее уже больше 10 тысяч получается. А 10, ровно 10 получается в среднем доход за месяц. Неплохо. То есть, можно сказать, уверенно, что сегодня здесь есть возможности. Друзья, кто хотел бы, так скажем, хотя бы, для начала, хотя бы десяточку в месяц. Нет, лучше давайте начнем с трешечки. 3 тысяч долларов. 3 тысяч долларов. Вот вы стабильно получаете, получаете и получаете. Получаете и получаете. Хорошо было бы. Скажите, пожалуйста, вот поставьте лайк, кто здесь из тех, кто присутствует, может быть, новых людей или тех, кто здесь занимается, кто уже получает 3 тысячи долларов на той работе, которой вы работаете. Не в суперджампе, а на той работе, на которой вы работаете. Вот я вижу, да, 9 иеней, кто-то еще получает. 3 тысячи долларов. Видите, прекрасно. То есть, есть люди, которые зарабатывают у себя в бизнесе такие деньги. Здорово. Ну, может быть, им нужно больше. Можно 10, да, 10. Уже повкуснее цифра. И на такую цифру можно выйти на 10 тысяч за 2 года, 3 года абсолютно точно. То есть, можно выйти на эту цифру. Я хочу вам показать, что у нас, ну, как бы, мы открыты абсолютно, работаем легально. И у нас, я покажу просто цифры, чтобы вы понимали, что это не из потолка взято. И что 10 тысяч долларов я могу вам показать, да. Даже больше где-то, ну, в среднем, да, будем брать. Вот у нас есть цифровая платформа, да, видите, вот она, цифровая платформа, наша SuperJump. Личный кабинет у нас есть. И, соответственно, здесь вот есть доходы, да. Вот здесь вот циферка на вашем счете, там, вот сколько-то там внутренних денег. Здесь указано рубли, но для нас мы работаем, то есть, для тех, кто работает не в России, для нас это внутренние деньги, которые переводятся в доллары. То есть, это как доллары. И платим мы в долларах, и работаем с юрлицом. Для тех, кто, нахуй, работает в России, для них это, это рубли, соответственно. Мы получаем в долларах. Здесь же я вижу операции по счету, то есть, бухгалтерия вся моя есть. И можно здесь посмотреть каждую транзакцию, за что, откуда. Вот видите, 21-е, 11-е. Сегодня у нас какое? 26-е, да. Каждую неделю мы получаем вознаграждение. Видно? Видите, 18 тысяч, 18 тысяч, 18 тысяч. Это все за неделю, друзья. Это все за неделю. 18 тысяч, 6 тысяч, 6, 6, 10. Это все, все, все за неделю. И каждая транзакция, каждая, каждая абсолютно там. Вот даже до доллара, до полдоллара, я это вижу, и здесь полностью все отображается. Видно, да? То есть, за что, откуда, что, почем, здесь все видно. Можно подробно разобрать тому, кому интересно. Теперь выплата вознаграждения. Значит, я заказываю денежки какими-то суммами, которые мне там комфортные, да, и вывожу. Вот 12-е, 11-е, вот буквально несколько, я выводил 250, да, 360 и так далее. То есть, я сейчас могу нажать здесь и ввести какую-то сумму. Соответственно, вот, допустим, давайте я 100 прямо сейчас создам заявочку. Все, вот ваша заявка принята. В течение 48 часов, за исключением выходных, бывает, на выходных приходят, денежки придут мне на PayPal. Есть такая платежная система PayPal. Я тоже сделал скриншот специально, чтобы вы не думали, что я там, как бы, придумываю, да? А ну сейчас, сейчас демонстрация идет? Да, идет, по-моему. Вот, 13-е ноября я вывел 4,152, видно? Вот, долларов. Да, это я перевожу так в свою национальную валюту, гривну. Вот, 2-е ноября я вывел 5,800 долларов. Да, это тоже перевел в гривну. То есть, в месяц, в среднем, сейчас у меня получается 10 с плюсом. И вы можете к такому прийти, ребята, за несколько лет. Кто-то суперталантливый, да, суперодаренный. Вы можете прийти к этому быстрее. Но в среднем за 2-3 года можно прийти к такой цифре. Это не любительский бизнес, друзья, еще раз. Это не для любителей. Для любителей можно получать 100, 200, 300, 500 долларов. Просто вот как-то где-то мельком случайно кому-то оброним, что есть такая методика, суперджамп, вы кому-то где-то там сказали. Или увидели, кому-то нужна помощь, неважно. То есть, для профессионалов это может быть бизнес, это может быть дело, которым вы будете зарабатывать свои денежки. Для любителей это просто хобби, и это кайфовое место, где можно получить суперокружение. И можно вырасти. Когда-то мне рекомендовал мой первый наставник книгу Роберта Акиосаки, называется «На квадрант денежного потока». Кто-то из вас ее читал, может быть, слышал. И оказывается, но это тоже я понял позже, далеко позже, что разделяет людей, которые зарабатывают скромные деньги, ну там от 1000 до 3000 долларов, пропасть в мышлении. Я, допустим, когда я пришел сюда, я был наемным предпринимателем, так называемым предпринимателем. У меня было даже в пике 30-40 сотрудников в компании строительной. Но это были постоянные качели. То есть, сегодня я мог заработать 7, а завтра мог заработать минус 5. Ну, примерно такой был развал. Сегодня как бы деньги-то у меня есть, они водятся, но они постоянно куда-то исчезают, потому что мне то инструменты, то это, то то, то перекрывать какие-то дыры постоянно, постоянно где-то кидалово. Ну, короче, деньги как бы есть, но их нет. И получалось в среднем 1000, 2000-3000, это уже было круто. Ну, то есть, как бы если я смотрел по году, вот, свою динамику, где-то я попал просах, там минус 5, где-то плюс 7, но в среднем получалось так. И, конечно же, сейчас я абсолютно четко понимаю, что сегодня каждый человек, думающий, прогрессивный, смотрит в будущее. Надежное, стабильное. И хотелось бы иметь точки опоры. Что-то твердое. И вот суперджамп – это что-то твердое. Почему? Потому что придя сюда, вы начнете менять мышление, самое главное. И вот эта пропасть между наемным работником и самозанятым предпринимателем, self-employed, так называемым, да, и бизнесменом, инвестором, она глобально гигантская. Чтобы начать думать так и делать, как бизнесмен, нужно пройти определенный путь. Здесь поменяться. И чтобы стать инвестором, например. Для этого нужно поменять мозги. И тем, кто хочет, кто, может быть, имеет частный бизнес, такой небольшой, или вы наемный работник, не имеет значения, чем вы занимаетесь. Доктор вы, педагог или юрист. Doesn't matter. Не имеет значения. Вы можете изменить свое мышление и начать думать, как бизнесмен и дальше, как инвестор. Как проинвестировать свое время, деньги так, чтобы дальше вам приходили деньги без вашего участия. То есть создать систему, которая будет генерировать деньги. Систему. В классическом бизнесе это можно тоже создать. Но это какой-то потолок, да, и очень много рисков. И чем больше бизнес, тем больше риска. Почему? Потому что геополитическая ситуация, макроэкономическая. Там пришел дядечка ковид и тоже принес много сюрпризов. Многим ребятам, я знаю, классического бизнеса. Обязательно. А здесь в чем фишка? В тем, что вы не рискуете ничем. Вам не нужны какие-то вложения. Вам не нужно покупать товары, товарные остатки. Платить зарплату, платить буалтерам, юристам, еще кому-то. Это все не нужно вам. Но мы вас научим делать бизнес легко, с улыбочкой, весело, задорно. И при этом получить еще не только деньги, а получить признание. Мы так признаем, что просто, по-моему, плавятся экраны. Реально. Да, получить здесь поддержку и среду для того, чтобы мышлением измениться в первую очередь. Потому что без изменения мышления ничего не произойдет. То есть 10 тысяч долларов – это недосягаемая цифра без изменения мышления. Недосягаемая. Нужно думать иначе. Изменить свое мышление и получить колоссальную поддержку тренера, среды, команды, готовой бизнес-методологии системы. И плавно. Кому-то год нужно будет, кому-то два. Как мне нужно было, не знаю, 7 лет посещать семинары, разные тренинги, чтобы хоть как-то прийти к пониманию, что такое бизнес. Хоть чуть-чуть. Потом, когда я встретил Владимира Довганя, вот здесь я занимаюсь уже 6 лет, обучаюсь, я начал понимать, разбираться в этих вещах. Соприкоснуться с тем, что есть другое мышление, абсолютно. И у вас будет безгранично много времени, чтобы это мышление изменить, если вы еще пока не в бизнесе. Если вы в бизнесе классическом, частном, таком вот, я главный герой в этом бизнесе, как у меня это было, да. Если я выпадал с бизнеса, бизнес останавливался, потому что я был и бухгалтер, и прораб, и логист, и сметчик, кем я только не был, если надо было, да. То есть я мог быть всем на свете. Если у меня не было, все, бизнесу каранты, все, некому ни деньги принимать, ничего делать. Если у вас есть какая-то бизнес-система налаженная, вы можете другие масштабы делать. Ну и, соответственно, конечно же, у нас есть идея. Идея. Это поднять на новый интеллектуальный уровень человека и человечества. Нравственный новый уровень. Интеллектуальный новый уровень. Потому что слабое интеллектуальное развитие порождает беды, войны и так далее, так далее, так далее. Слабое интеллектуальное развитие, друзья. Интернет принес нам не только много полезной информации, но он принес нам деградирование, потому что социальные сети, залипание в них, попы, прыгающие ребята, веселушки, развлекушки. Это не развивает человека, а мы за то, чтобы человека поднять на новый интеллектуальный уровень и объединить людей вокруг сверхцелей, большой миссии, спасти экосистему планеты благодаря такому количеству, большому количеству людей интеллектуальных, думающих, прогрессивных, ярких, талантливых. То есть наша задача объединять таких людей, которые сегодня понимают, что деньги это хорошо, прекрасно, если они у вас есть, саморазвитие это хорошо, но нужно еще, чтобы у вас была идея. И эта идея, которая у нас есть, она объединит миллионы думающих, прогрессивных людей, потому что спасти себя, своих близких, всем охота. Всем бы хотелось, чтобы наши дети жили в другой среде, в другой атмосфере. Друзья, ну в общем, вот так я вам рассказал, я вам хотел показать сегодня цифры, перспективу, возможности и визуально, чтобы вы это видели и на словах, так скажем, да, и на моем примере обычного парня. Если это я смогу, друзья, поверьте, ну вы точно сможете. Потому что насколько я был далек от бизнеса, да, насколько я был далек от такого преподавания там и так далее, ораторского искусства, сколько мне пришлось там потолк с меня вышло, пока я перестал бояться всего этого, ну это, 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 ну только у меня, наверное, такое было. Но я не сдался, видите, и у меня получилось, то есть и у вас получится. Мало того, потом я скажу еще одну вещь, но сейчас я хочу передать очень-очень важную, и подарки, конечно, будем раздавать в конце. Вот я хочу слово передать Ларисе Морозовой, нашему тоже предпринимателю, девушка, которая уже празднует Новый Год, я смотрю, у нее елка там на заднем фоне, и не одна. Ларисочка с прекрасной улыбкой, очаровательной прической, гениальный предприниматель, бизнес-леди, бизнес-вумен. Лариса, поделись, как ты пришла к нам, что ты здесь нашла, вот буквально слово тебе передаю, пять минуточек. Слышно сейчас, Лариса? А, мы тебя не слышим. А, я понял, мне нужно дать тебе, да, 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 да. А я думал, что я включил, да, все, понял, понял. Все, включилась, слышно меня? Есть, 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 да. Да, благодарю, благодарю за слово. Да, у меня тут Новый Год, я на работе, на своей классической работе, у меня цветочный бизнес, очень красивый цветочный бизнес, более 20 лет. Я занимаюсь предпринимательством, занимаюсь цветами, вот, живу, работаю в красоте, в красоте, в позитиве, в радости. И мне очень нравится мой бизнес. Ну, кстати, вот, Николай сейчас сказал, что интернет очень многих деградировал, да, вот меня интернет, меня лично поднял на новый интеллектуальный уровень. Потому что, занимаясь своим классическим бизнесом, я не залипала, конечно, ни в сетях, нигде. Потому что я считал, я бизнес-вумен, и я что-то там буду за кого-то смотреть, нет, поэтому вот так вот. Но, кстати, хочу вам сказать, что и развития у меня как такового не было. То есть у меня был вот такой, да, коробочка такая, коробочка, домик, вот мой бизнес, я приношу людям радость, люди меня благодарят, и все хорошо, и все хорошо, все замечательно. Ну, вот, наверное, либо с возрастом, либо потому что у нас, вот эта наша пандемия началась. Я поняла, так как я такая, у меня есть предпринимательская жилка, интуиция еще женская, плюс к этому, что нужно где-то, куда-то идти, искать дополнительный доход. Потому что, девочки, я говорю, помолчите, пожалуйста, и послушайте меня тоже. Мои девчонки, флористы, мы на работе. Ну, ничего, рабочий процесс, нормально. Классно, да, пусть тоже слушают, какая у них, Лариса Владимировна, крутая стала. Вот, я пошла в бизнес развиваться, нашла суперджамп, нашла суперджамп, но до этого я пять лет что-то искала, я проходила психологию, коучинг, много всяких тренировок, много всяких марафонов, практик. И везде, когда я начинала проходить, я думаю, вау, это здорово. Но углублялась дальше, я не видела там, знаете, что, я не видела, наверное, признания там, да, что я не несла этим практикам такую большую ценность. И я не видела там денег, я не видела там больших денег. А так, как я предприниматель, 20-летним стажем, с более успешным бизнесом, но с этим успешным бизнесом я стала задумываться. Я столько лет в бизнесе, а где мои миллионы? Где мои миллионы, ребят? Я уже хочу, я достойна большего, я достойна лучшего. Вот, и поэтому, и поэтому, наверное, я стала, я сначала расширилась. Думаю, сейчас я открою новых несколько салонов цветочных, штучек 5-7 еще плюсом. Ну, конечно, цветочный бизнес, это дело не дешевое, заняла денег, взяла кредиты, открыла салоны, все круто, все замечательно. Началась пандемия, все позакрывали, потому что салоны были в торговых центрах, естественно, где большая проходимость. Я думаю, больше народу, больше проходимость, но вот так получилось. И плюс еще по договору, кстати, вот классический бизнес, по договору аренды торговые центры берут, то есть подписываешь договор, что ты месяц ли ты там проработаешь, два, но платишь ты все равно год. То есть за год ты обязана оплатить арендную плату, все, ну, вот эти, все коммунальные услуги, да, отходят. Вот, и поэтому, так как где-то я проработала полгода, а где-то три месяца, три месяца до начала, как нас закрыли, вот, поэтому пришлось, ну, конечно, очень долгие переговоры. Кто-то пошел навстречу, кто-то нет, но деньги колоссальные, да. Вот, я говорю, вот это очень большой минус, вот эта аренда, да, которую я не отработала, я не отработала ни ремонт, ни оборудование, ни закупки все, да, а мне еще и за аренду выплачивать. Ну, вот такой, да, бизнес у нас успешный, цветочный, да, один из самых такой доходных, скажем так, в кавычках. Вот, и когда я нашла, пришла суперджамп, да, я когда вот прошла тренировки наши, на третьей тренировке, я поняла почему-то, вот у меня какой-то внутренний, моя внутренняя интуиция, говорит, Лариса, это ты нашла, вообще ты нашла какой-то, ну, я не знаю, не то, что там жемчужину, бриллиант, то, что мне, наверное, надо было, то, что мне надо было, потому что, потому что, ну, просто у меня какой-то взрыв мозга произошел, потому что я даже не представляла, я даже не представляла, то есть мой мозг мне, ну, что такое может быть, ну, откуда я могла знать, правильно, откуда я могла знать, если это что-то новое, что-то такое. Ну, вот, пропустив через себя, ну, я еще хвалю, знаете, я хочу похвастаться, что я хвалю себя за то, что я пришла в роли ученика, в роли ученика мне это очень помогло, потому что первую тренировку, я была скептик, да, первую тренировку я подумала, ребят, как-то слабоватенько, да, вы мне какие-то упражнения даете, которые я делаю на протяжении 20 лет своего бизнеса, да, я положительный человек, я позитивный, так более-менее, я думала, кстати, оказалось, можно быть еще позитивнее, еще счастливее, да, успешнее, вот, и я думаю, ладно, я пройду все наши тренировки, так, как мне говорят, буду делать все на тысячу процентов, и потом я им скажу, ну, что-то вот как-то слабоватенько, ну, вот, не сказала. На третий день я уже говорила своим тренерам, что, да, ребята, вы сами не понимаете, что вы преподаете, это самый экологичный в мире бизнес, что принося такую пользу себе, тогда я не думала про других, я просто на себе опробовала эту, ну, пользу, то, что мне, то, что я получила, да, а получила я много. Во-первых, я получила осознание и своих переосмысливание, переосмысливание своих, наверное, каких-то парадигм, да, жизненных позиций. Я, например, очень, у меня бизнес цветочник намного улучшился. Почему? Потому что у меня был подход, хоть я люблю своих девочек, очень сильно люблю флористов, но у меня был другой подход, у меня было больше кнута, больше кнута, потому что я думала, что пряник это, ну, как бы, я же их и так люблю внутренне, да, они должны это знать. Я им об этом особо-то не говорила, потому что хорошо это норма для меня было, понимаете, хорошо это норма, а плохо я за это. И вот когда я стала по-другому к ним относиться, они сказали, а почему вот так и нас раньше не хвалили, а я не знала, что это так важно, я не знала. У меня улучшились отношения с, ну, у меня во многих и семейные отношения, отношения с сыном, ну, сейчас не буду рассказывать, потому что это настолько вот, настолько важно для родителей. Кстати, завтра день матери, я вас поздравляю всех матерей, с днем матери, вот, и завтра я получу цветы от моего любимого сына, я это знаю. Вот, ну, вот, то, что я хотела сказать, что здесь, в Суперджам, я не только использую для себя, я получила такое признание, я стольким людям помогла, и я так этим горда, то, что мне говорят, Ларисочка, я тебя благодарю, благодарю, родная, что ты меня сюда привела. Мы вели бизнес, кстати, с моей коллегой, с партнером, 20 лет, да, две девочки, 20 лет. Мы сначала были с ней подругами, потом мы перестали быть подругами, потом мы стали просто знакомыми, да, коллегами, такими партнерами. И только Суперджам нас вернул, потому что я ее тоже сюда притянула, притянула, она, правда, месяц сопротивлялась, она говорит, у меня и так все хорошо, не трогай меня, у меня все хорошо. Я говорю, нет, пойдем, и вот я ее протянула, и вот, кстати, она тоже меня благодарила очень много, очень сильно, и мы с ней опять стали подругами лучшими, стали 20 лет, одно бизнес девочки ведут, да, не убили друг друга, а стали опять лучшими подругами. За это я тоже благодарю Суперджам, да, и самое, еще две важные вещи скажу. Одна то, что у меня доход, доход увеличился, да, вот когда классический бизнес, чем он, выгораешь от него, чем? Я его люблю, да, это цветы, это же красота, это же здоровье, это же так, когда в красоте вращаешься, да, и люди же приходят не за водкой, простите, а за цветами, то есть позитивно приходят люди. Но когда у тебя нет, ну-ка, так скажем, выхлопа сильно, ведь классический бизнес – это зарабатывание, вкладывание, зарабатывание, вкладывание, да, хочется все больше товара, например, расширить ассортимент, да, а потом цены растут, а покупательская способность все равно уменьшается, как бы то ни было, да, у людей денег все меньше и меньше становится. Вот, и на себя из этих денег очень тяжело выделить, очень тяжело на себя денег выделить, хочется больше в бизнес вложить, а не на себя. И когда я стала получать суперджам доход, кстати, как бы полторы-две тысячи долларов я вышла на доход в первый месяц, ну там, в первый месяц, как Николай говорит, 2-3 года. Ну, 2-3 года – это, наверное, уже такая стабильность и расслабленность, когда ты все равно уже получаешь там 4-5-10 тысяч долларов, а в первый месяц, да, и как бы и сейчас вот у меня, ну, то есть, ну, хорошо, хорошие доходы там и 3-4-5 тысяч долларов, это бывает, я чуть больше года в суперджам. Вот, и это деньги мои, и это деньги мои, я куда хочу, туда и трачу, хочу в себя, хочу не в себя, но вот это вот для девочки очень важно, что вот это деньги, твои личные, которые ты хочешь, помаду покупаешь, хочешь не покупаешь, хочешь даришь подарки кому-то, вот, вот это для меня тоже очень ценно. И третье, что самое ценное, вот именно самое ценное, это я когда раньше все время ходила коучем и психологом, я говорила, ребята, они говорят, что ты хочешь, какой-то запрос, я говорю, я хочу счастье и денег, а они говорят, так не бывает. Я говорю, я не знаю, но хочу счастье и денег, так вот здесь суперджам я нашла и счастье, и деньги, почему счастье, потому что я нашла свою цель, цель, которая, оказывается, у меня не была, и я не знала, что может быть какая-то сверхцель, которая движет человека, я об этом не знала, потому что я жила, ну, что-то не хватало, мне друзья, ну, окружающие говорят, не бесись с жиру, у тебя и так все хорошо, а я так подумаю, подумаю, ну, правда, у других же хуже, понимаете, я себя сравнивала с людьми, которые ниже меня, я не тянулась вперед, я даже не думала, что можно вырасти как-то, у меня этого не было в моем сознании, извините, вот, а здесь у меня открылось вот это сознание, вот эта цель и вот это, и душевное состояние, внутреннее, и сознание, что у меня еще вся жизнь впереди полная, насыщенная, красный мир, жизнь, которая впереди ждет меня, ну, прекрасное, что-то прекрасное, и вот это, во-первых, от этого перестало, вообще перестало болеть, но это сразу с первого месяца в суперджам я перестала болеть, у меня всегда хорошее настроение, которое не зависит ни от окружающей среды, ни от каких-то там в мире, ну, изменений, ну, не знаю, ну, не зависит, вот звонок прошел, прошу прощения, вот, поэтому всегда хорошее настроение, у меня есть цель, я хочу жить, я живу, я живу, и я теперь знаю, как это, встать утром, как мне раньше говорили, надень на себя хорошее настроение, но никто не говорил, как это сделать, как это одеть, да, если на душе у тебя говно, как тебе здесь хорошее настроение, а теперь я знаю, мне все, называть имена своими, вещи своими именами, да, теперь у меня все есть инструменты для хороший, счастливый, богатый, успешный и уверенный в завтрашнем дне жизни, вот у меня есть теперь уверенность в завтрашнем дне, а это очень ценно, благодаря вам. Благодарю, я сам заслушался, сижу уже просто, у меня сейчас тренировка будет, друзья, Марусечка, я вам не передам слово, потому что уже время цикль-цикль, мне нужно идти через 3 минуты, но тем не менее, Лариса, спасибо, огромная благодарность, я только покажу один, один еще бонус, тем людям, которые получают, которые сейчас к нам приходят, да, один бонус покажу, и все, и все, расходимся буквально на одну минуту. Кто-то из вас слышал, что такое биткоин? Слышали? Я думаю, что где-то примерно, да. Так вот, однажды, по-моему, где-то 13 лет назад, где-то в 9 году, здесь не написано, да, один парень купил 2 пиццы за 10 тысяч биткоинов, 10 тысяч биткоинов. Сейчас эти 10 тысяч биткоинов стоят 200 тысяч долларов, ну, сейчас чуть меньше, ну, плюс-минус, да, вчера они стоили, может быть, 500 миллионов долларов. И мы сегодня раздаем биткоины бесплатно, просто так, ну, так на всякий случай. И каждый человек, который сегодня приходит на любой вид лицензии, который у нас есть, покупает себе лицензию, может получить эти биткоины, по-нашему, опционы, подарок, друзья. Подарок. Кто-то на миллион долларов, кто-то на 100 тысяч долларов, кто-то на 3 миллиона долларов может получить сразу. Подарок, друзья, подарок. Лицензия там, вот все возможности, бизнес, это все, как бы, это не обоваривается. Это вам бонус за вашу веру, за то, что вы, ну, как бы, поверили нам, доверились, пришли нас, ну, как бы, поддержали нас. Вот каждый человек, это же 1 плюс 1, это же не 2, это 11 сразу. А если, как бы, к нам приходят 10 человек в день, 20, естественно, что мы усиливаемся, наша масса растет, интеллект растет, наш эгрегор растет, все растет. То есть мы готовы сейчас поделиться с вами своей долей собственности. Как это? Узнайте, пожалуйста, тех людей, которые вас пригласили. Я всем выражаю огромнейшую благодарность, друзья, за то, что вы здесь, что вы развиваетесь, что вы, ну, в общем, ищете, в конце концов, что вы не останавливаетесь. Здесь, поверьте, самая темная ночь перед рассветом. Самая темная ночь. Вот я сегодня удивился уже, у меня, у меня в этот, как его, в 9 часов вечера, в 9 часов утра еще темно, я отвечаю, почему темно, что произошло? А здесь рассвет, рассвет все меньше и меньше, до 3 часов в день сужается. Такая дивная картина. Тем не менее, даже как бы вам не было тяжело, друзья, если вдруг, поверьте, все самое великое происходит и будет происходить в вашей жизни. В суперджам происходят чудеса. Как на внутреннем вашем состоянии, так и на вашем кошельке начинает это отражаться, так и на отношениях с близкими. Все выстраивается, колесо баланса, оно будет происходить. Поэтому действуйте, обращайтесь к тем людям, которые вас пригласили, которые вам порекомендовали, они вам расскажут подробности, регистрируйтесь. Сегодня же активируйте лицензию, мы вас будем поздравлять, чистывать и дарить вам грандиозные, красивые подарки. Кто не читал книгу, сегодня же прям постучитесь. Книга, которая стоит более 5 миллионов долларов, вам тоже бонусом в подарок, друзья. Куча подарков. Поэтому обратитесь к человеку прямо сейчас, который вас пригласил, пообщайтесь с ним и заберите подарки. Хорошо? Все, всех обнял, приподнял, поставил на счастливое место. Как мы говорим, полетели к звездам. До новых встреч, друзья. У нас еще есть целые сутки для того, чтобы зажечь как можно больше сердец на небосводе планеты Суперджам. Полетели. Субтитры создавал DimaTorzok